Ребята, всем привет! С вами Илья. Ну что, эра электрокаров, похоже, наступает. И это происходит не потому, что компания Tesla стоит многие миллиарды долларов. Мы, автолюбители, чувствуем это. Ведь такие бренды, как Jaguar, Audi, Porsche, начали выпускать полностью электрические автомобили. Делают это на конвейере и делают их десятками тысяч штук. Мы приехали в Сочи. Перед вами максимальный Porsche Taycan Turbo S. И сегодня мы постараемся ответить на такие вопросы, как что же такое электромобиль, как на нем ездить, как это вообще получилось у Porsche и что же со всем с этим будет завтра. Так что устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. Поехали! В процессе съемок этого видео мы заряжали Taycan ровно четыре раза. И вы знаете, у владельцев электрокаров, конечно же, появляется много свободного времени. И для того, чтобы немного расслабиться в процессе зарядки вашей тачки, я вам рекомендую игру про викингов. Она называется Vikings War of Clans. Самое крутое, что есть в этой игре, это абсолютная свобода действий. Вы можете добивать ресурсы, вы можете нападать на кого вы хотите. В игре сочетается очень стильная, качественная графика и аутентичный, атмосферный саундтрек, который можно даже послушать в машине при желании. Еще одна крутая фишка игры заключается в том, что вы можете вступать в клан. И когда я только начал играть, мои боевые товарищи очень сильно меня поддержали ресурсами. А если вы прирожденный лидер, вы можете создать свой собственный клан и повести за собой целое войско. А недавно в игре вышел новый крутой ивент Holm Gang. Очень интересный поединок между кланами. Подробности о нем можно найти на форуме викингов. А теперь к самым приятным новостям. Вместе с разработчиками игры мы решили устроить для вас конкурс. В этот раз абсолютно все, кто дойдет до 35 уровня дворца, получат очень полезный подарок от разработчиков. А чтобы поучаствовать в розыгрыше самых главных призов, необходимо до конца февраля дойти до определенного уровня дворца. Третье место, 15 уровень, iPad Pro. Второе место, 25 уровень, iPhone 12 Pro. Первое место, MacBook Pro. Разгорается среди тех, кто достигнет максимального уровня дворца. А специально для моих зрителей мы разыграем дополнительный приз AirPods Pro. Уверен, что среди наших зрителей есть немало бородатых викингов. Поэтому присылайте свои фото с бородой по ссылке в описании, достигайте 10 уровня дворца и участвуйте в дополнительном розыгрыше AirPods Pro. Грядет череда весенних праздников. Согласитесь, будет очень приятно забрать один из яблочных призов. Напоминаю, что каждый ваш переход по ссылкам в описании помогает нам развивать канал и выпускать видео чаще. Поэтому качайте игру по ссылкам в описании или используйте вот этот QR-код. Я буду очень рад, если кто-то из подписчиков заберет один из этих крутых призов. Если это случится, обязательно пишите в комментарии. А мы продолжаем. Вы знаете, автомобиль Taycan для Porsche, он очень важен. Я не помню за всю историю, чтобы вот так долго его показывали, готовили. Сначала объявили, потом презентация, потом подготавливали дилерские центры к продаже этих электричек. И все это был один большой процесс. И, конечно, Porsche, он ассоциируется со скоростью, ассоциируется с дизайном. Пока мы ездили по Сочи, вот буквально каждый второй водитель обращает на него внимание, исследует. Это просто какой-то космический аппарат. И что касается дизайна, вот передней части, выше всяких похвал. И автомобиль мне напоминает даже 918-й Spider. Это был гиперкар от компании Porsche. Очень дорогой и, кстати, гибридный. И очень здорово, что они вот этот дизайн смогли на Taycan переместить. Идем дальше. Силуэт очень спортивный, очень красивый. И это происходит, потому что Taycan на самом деле не седан и не хэтчбэк. Это полноценное четырехдверное спортивное купе. По форм-фактору Taycan очень сильно напоминает по намеру. Но в действительности он больше похож на последние кузова 911 Porsche. С первых километров на Taycan, с первых метров буквально, эмоции просто неописуемые. Потому что машина электрическая, нет звука, ладно. Та тяга, которая есть на ней, она же моментальная. Все эти 600 сил, они доступны сразу, в одном моменте. Нажимаешь и ты поехал. Сейчас еще включен E-Sound. Это режим, при котором Taycan изнутри воспроизводит какой-то космический звук. Ускоряющиеся летающие тарелки. Можно его выключить. И звука не будет. Никакого. Снаружи в Taycan есть колонка специальная, которая издает звук, когда автомобиль едет на небольшой скорости. Это сделано для того, чтобы пешеходы машину могли как-то услышать, заметить. И не произошло ничего страшного. Потому что едет Taycan феноменально быстро. Здесь нет коробки. Момент получается сразу у тебя. Притом машина управляется просто феноменально за счет того, что... По сути это электрокар. У него идеальная развесовка 50 на 50. Полный привод. Низкий центр тяжести. Потому что вся машина, вся ее нижняя часть состоит из батарейки, которая весит 600 килограмм. Таким образом достигается такой уровень управляемости, которого, наверное, нету ни на любой бензиновой машине, которой нету в 911. И это даже становится опасно. Потому что в какой-то момент сложно понять, где вот та грань, после которой Taycan не вывезет. Ну и что касается вида сзади, такой немного космический стиль. Обратите внимание, что нет выхлопных труб. Это выглядит на самом деле непривычно, когда ты видишь машину в потоке. Даже при наличии вот этого дополнительного карбонового аэродинамического пакета, я могу сказать, что вид сзади немного мне не нравится. Честно сказать, у Porsche получается иногда намного лучше. Что касается места сзади в Taycan, вот идея сесть за самим собой потерпела фиашка. Смотрите. Ну, честно говоря, машина, продавцером сзади, очень напоминает 911. В котором, как известно, формула сидений 2 плюс 2. Taycan четырехместная машина, но с ростом 1,89 м я убираюсь в потолок. Я думаю, что с ростом 1,80 м, с ростом 1,75 м сильно комфортнее здесь не будет. Так что, друзья мои, Taycan – это все-таки автомобиль для передних пассажиров. Автомобиль эгоиста. На дальнее расстояние я его не рекомендую, но по понятным причинам в том числе. Ну и пару слов про багажник. В Taycan их, кстати, два. Электрокар. Добрый вечер. Сзади не очень большой. На 360 литров всего лишь меньше, чем в Пономере. Меньше, чем в Каене. Ну и багажник спереди. Он вообще как на 911. По-моему, до 100 литров. Открывается, кстати, так же. Не поднимается автоматически. Нужно двигать специальный рычаг. Кажется, что багажника два – это плюс. Но с другой стороны, скорее всего, вы будете с собой возить один очень важный девайс для Taycan. Это электрозарядка. И если она лежит спереди, то про передний багажник вы забыли. Если вы положили ее сзади, половину свободного места вы также потеряли. Как он едет, мы поговорим чуть позже. А пока я хочу сказать просто про то, как вы в нем себя ощущаете. Вот вы садитесь в этот салон. Здесь все сделано максимально качественно. Это такой вот хай-тек, которого нет в других тачках абсолютно. Во-первых, здесь три экрана больших. Можно опционально сделать четыре, чтобы еще был четвертый экран перед глазами вашего пассажира. Основной дисплей, который изменяет щиток приборов, он сделан вообще изогнутым. Мы, конечно, это видели на телевизорах, там, никаких других девайсах. Но я не видел это еще в автомобилестроении ни разу. С одной стороны, здесь все красиво. А с другой стороны, здесь все сделано очень качественно. Да, машина сама по себе не очень большая. Но я себя чувствую здесь абсолютно комфортно и свободно. Во многом благодаря фирменным порошковским сидениям, которые очень легко настраиваются. С одной стороны, с другой стороны, не теряют спортивности. Это не ковши. Но при этом для машины, которая едет меньше, чем 3 секунды до сотни, я считаю, что баланс в спорте и комфорте обязательно должен быть. Все дисплеи объединены в единую мультимедийную систему. Здесь фактически нет физических кнопок. Все сенсорное или емкостное. Есть кнопка паркинга, есть кнопка аварийки. И включение автомобиля. Мне не очень понравилось, как они расположили селектор КПП. Все мои первые поездки я тянулся к этому рычагу. Как на Мерседесе, как на Тесле, как на многих других брендах. Для того, чтобы включить драйв или задний ход. Здесь они расположили в таком немного нетрадиционном месте. К этому нужно привыкнуть. Сам рычаг похож на селектор, который мы видели в 992. Это актуальное поколение 911. Но в 911 он расположен по центру. Здесь по центру экран. Видимо, поэтому ему места не нашлось. Буквально пару слов про рулевое колесо. Сам руль у Porsche сделан очень качественно. Кнопки расположены в удобном месте. И при этом с точки зрения дизайна, я считаю, что у Porsche с рулями получается, наверное, лучше, чем у всех остальных. Что еще непривычно, и мне это не понравилось. У Taycan нету доводчика дверей. Я уверен, что этому есть какая-то причина, какое-то обоснование. Но на наш век, покупая автомобиль за 15 миллионов и не обнаружив в них доводчики, ты будешь, мягко говоря, удивлен. И в связи с этим не каждый пассажир с первого раза закрывает дверь. Все-таки хлопать Taycan жалко. Вот я не закрыл. Вот опять не закрыл. Вот теперь закрыл. Если ты едешь на Тесле, отпускаешь газ, машина начинает достаточно сильно притормаживать. Идет рекуперация энергии, батарейка восстанавливает свой заряд. На Taycan эта опция по умолчанию выключена. Можно ее включить, но при этом кардинальных отличий нет. Это сделано для того, чтобы владельцам бензиновых автомобилей было просто привычнее им пользоваться. А во-вторых, в Taycan нет автопилота, есть различные ассистенты, помощники. Но полноценного автопилота пока нет и неизвестно, появится ли он. Когда вы тормозите на Taycan, первое время срабатывает не тормозная система, не карбон-керамика, а электродвигатель рекуперирует энергию. Если же вы нажимаете на педаль тормоза сильнее со временем, в какой-то момент в дело уступает и тормозная система. Попробую сделать замер 0-100, просто показать, как эта машина едет. Потому что, наверное, это самая быстрая тачка, которая у меня была за всю историю именно в этой дисциплине. Taycan выдает до 761 лошадиной силы, именно версия Turbo S. У нее чуть сильнее, чуть мощнее передние моторы. И за счет этого идет разница в цене от обычной Turbo, хотя батарейка обычная. И ровно 2,5 секунды вот эта пиковая мощность длится в режиме овербуст. Дальше уже стандартный режим порядка 620 лошадей. Поэтому, когда пишут в характеристиках 761 сила, это вот только на 2,5 секунды. И только для тех, кто переплатил за Turbo S 2 миллиона. Ну что же, хватит болтать. Лауночь контроль активируем. Сейчас будет очень быстро. 3,17 показал Драги. Это не в самых лучших условиях, порядка 10 градусов, был дождик, зимняя резина. Но при этом разгоне испытываешь такие перегрузки, которые ни с чем не сравнимы. И самое главное, вот это ощущение скорости, оно уходит куда-то на второй план, потому что нет привычных переключений передач, нет привычного звука ревущего двигателя. В общем, ничего этого нет. Ты просто несешься, как в какой-то компьютерной игре, как на летающей какой-то тарелке. Я думаю, основная проблема Taycan'а, с точки зрения безопасности, их будут бить, и будут бить сильно, и будут бить часто. Когда у тебя машина так быстро разгоняется, и при этом тормозит все-таки чуть хуже, можно попасть в не очень приятную ситуацию. А пока давайте сделаем еще один замер. Место, где асфальт чуть более сухой. Лауночь контроль активирован. Овербуст активирован. Поехали. 3 и 1. 3 и 1, ребят, на сухом асфальте. Эта машина очень быстрая, и даже не обязательно брать Турбе-Эс, потому что в обычных городских условиях, включая лаунч контроль, все эти режимы, нет необходимости. Если машина поедет на полсекунды до сотни меньше, поверьте мне, вы это не почувствуете, и, скорее всего, реализовать это тоже не сможете. Но машина очень быстрая. Тайкан – это новая страница в этой истории. Ну что, перейдем к самому главному вопросу, который всех волнует, и меня в том числе волновал. И мне машина действительно нравится, я так и сильно ее нахваливаю. Есть ли у нее недостатки какие-то критичные? Прежде всего, это вопрос, связанный с батарейкой. Porsche на сайте заявляет, что емкость Турбе-Эса хватит до 450 км. Это очень хорошая цифра, с ней можно работать, и я думаю, многих она радовала. Но в реальности цифры немного другие. На том же самом сайте Porsche есть возможность динамически рассчитать запас хода. Я туда ввел цифры, которые здесь вот есть в Сочи, температуру, режим работы автомобиля, режим использования пенсионера в том числе. И у меня получилось немногим более 300 км. Вот эта цифра, она уже более близка к реальной. И как показал опыт эксплуатации машины за несколько дней, вот действительно, когда мы выезжали там, нужно было приехать примерно 50 или 30 км. В принципе, машина вот эти километры честно проходила, иногда тратила чуть больше, иногда даже чуть меньше. Когда мы решили записать немножко бубликов, просто не подрифтить, вот в этот момент, за буквально несколько минут этих съемок, запас хода упал километров на 40. Хотя по факту мы проехали 3. В этом, наверное, заключается одна проблема Porsche Taycan. Суть в том, что если вы будете ездить как абсолютно нормальный человек, в спокойном режиме, включать режим рейндж для экономии, там отключается задний привод, работает только передний. В этом случае вам действительно Taycan хватит километров на 300 вот в такую погоду. Но если на этой машине ездить активно, ездить на ней так, как эта машина может, она может ехать очень быстро, и это захватывает дух. Если ты любишь тачки, ты, конечно же, будешь на ней нажимать, там, делать это постоянно, потому что она так быстро ускоряется, вот уже на 100 км в час, пока я вам все это говорил. Это же очень круто, очень быстро. И в таком случае Taycan тебя расстроит, ведь его хватит на 100, на 150. Но с этим даже нечего поделать, потому что вот эту обиду некому кинуть, здесь нету адреса. Это просто законы физики. И если бы, ну, в принципе, в этом идеальном мире будущего можно было ездить так быстро на Taycan, если бы было, можно его так же быстро заряжать. Там, в Европе есть станции, которые заряжают машину на 80% за один час. В России таких станций, его по пальцам одной руки можно пересчитать. Когда их будет много, это будет круто. С другой стороны, когда будет много этих станций, будет так же много электромашин, и там будут очереди. И вот как с этим быть, я уже не совсем понимаю, знаю. Да, Porsche Taycan тачка классная. И она, конечно же, подходит человеку, у которого много машин, и он купит Taycan, он будет инноватором. Это хайп, это смелость, это круто, это тысяча вопросов в твою сторону, как оно едет, насколько его хватает, и вообще нравится или нет. Но, с другой стороны, эту машину может и купить человек, который живет в городе, в Москве, например, и который даже в будние дни не будет ее использовать, а будет использовать только на выходных. Она будет стоять спокойно у нее заряжаться, и ему эта машина будет за глаза. Это отличный повод. В общем, это противник модных автомобилей, которые люди покупают не только за счет того, что они быстрые, но при этом они еще имеют какую-то дополнительную ценность, и какую-то ценность для них несут. Самое важное, что я хочу донести, так это то, что Taycan для нас это новое будущее, это новая страничка во всей истории автомобилестроения, и тот опыт, который компания Porsche получит вот на этом автомобиле, в процессе его доработки и продажи, мы его все заметим, потому что через 5-10 лет электрических машин будет очень много, ну вот 50%, я уверен, как минимум из тех, что выпускают, и это уже коснется буквально каждого. С вами был Илья, подписывайтесь на канал, впереди много интересного, в том числе и с этой машиной. До связи, пока!